Когда тема затрагивается питанием, неизбежно нужно включать просто минимальную логику. Логику хотя бы изначально природы. А природа такова. Человек, обладая всеми его функциональными возможностями, не может поймать рыбу. Или, по крайней мере, это будет очень тяжело, невероятно. А такая сложность в добывании еды, она просто не нужна и бесполезна. Поэтому неизбежно, чтобы поймать рыбу, человеку нужно прибегать к обману. Это различные удочки, сети и все прочее. Или вообще выращивать самому эту рыбу. Но так как мы не имеем возможности чисто физически, без всяких дополнительных средств поймать эту рыбу, и прибегаем к обману, мы получаем обратную ситуацию. Как бы это сейчас ни звучало, но рыба также обманывает нас. Ее тело... Мясо рыбы, а рыбы это мясо, плоть, оно также будет обманывать и нас. Оно будет нас стареть, оно будет откладывать различные ненужные вещества, токсины. Многие ветеринары говорят, не кормите кошек рыбой. Будут обязательно камни в почках. Вот сейчас кто не знал, узнаете. Если вы будете кормить кошку рыбой, тем более морской, неизбежно будут камни в почках. И, скорее всего, кот может умереть от почекаменной болезни. А все почему? Да кот в живой природе, как он может поймать рыбу? Никак. Он даже в воду-то лезть боится. А вы его пихаете рыбой. Конечно, он будет есть все, что ему дадут. Вон слоны тоже едят вареный рис. Пихают просто, приучают. Приучают к наркотикам. Да. Курицу еще кошке можно, наверное, дать. Я думаю, что все нормально будет. Субтитры сделал DimaTorzok